Я хочу рассказать вам о Миши Крыжановском. Это было осенью 89-го года. После тяжелой операции я сидел дома. Телефона у меня не было, поэтому связь с внешним миром была нарушена. В один из вечеров ко мне приехал Миша и завел такой разговор. Старик, не дай бог ты скоро помрешь, а пластинки с твоими песнями до сих пор нет. Может быть, дословно он так и не говорил, но смысл был точно такой. Надо сказать, что к тому времени практически все ленинградские барды моего поколения уже выпустили свои пластинки. И Городницкий, и Кукин, и Клячкин, и Полоскин, и Вихарев. А у меня были свои соображения. Во-первых, и это самое главное, мне казалось, что мои песни не могут встать вровень с песнями моих друзей. А во-вторых, я не очень лихо справляюсь с гитарой, и мне хотелось, чтобы гитарное сопровождение, если уж суждено было записываться, было не моим. Надо сказать, что за полгода до описываемой встречи с Мишей по ленинградскому телевидению прошел в пятом колесе сюжет на заброшенной даче, где Борис Полоскин, Валя Вихарев и я спели по две песни, сидящее на морозе в неотапливаемом пионерском лагере в поселке Ольгино. Такая была фантазия у режиссера передачи. Так вот, во время показа этой записи по телевизору, я вдруг услышал, что в промежутках между нашим под свою гитару пением звучал прекрасный гитарный проигрыш на темы спетых в передаче песен. Оказалось, что Крыжановский знал тех, кто играл. Это были два прекрасных слепых гитариста, Володя Сапогов и Володя Николаев. Я попросил Мишу свести меня с ними. Знакомство состоялось. Миша дал ребятам из своей коллекции фонограмм записи песен, которые я хотел записать на пластинку. И после нескольких репетиций в студии фирмы «Мелодия» в течение трех дней в феврале 90-го года мы записали диск. Миша Крыжановский присутствовал там все три дня и помогал мне своими профессиональными советами. Пластинку удалось выпустить лишь в начале 95-го года, к сожалению, уже тогда, когда Миши не было в живых. Я посчитал своим долгом почтить память Миши, и на конверте пластинки появилась надпись «Посвящается Михаилу Крыжановскому». Песни, которые вы прослушали, составляют содержание пластинки. А записи тех, что прозвучат сейчас, любезно предоставлены женой Миши Галей и ее дочерью Светланой, которые являются добрыми хранителями его богатейшей коллекции записей песен практически всех бардов нашей страны.